Здравствуйте, оператор 112, Районского района Малыша. Слушаю вас. Еженедельно единая дежурная диспетчерская служба регистрирует по 2-3 происшествия. Как правило, это всегда с летальным исходом, то есть с погибшими. Пользуясь случаем, я обращаюсь к жителям Районского района. Будьте внимательны на опасных участках и проинформируйте детей о безопасном переходе через пешеходные переходы. Зачастую операторы не просто записывают необходимые сведения в карту происшествия, а выступают в роли психолога. Марина Юрьевна работает в системе 112 с момента ее основания, то есть 2,5 года. Говорит, сложнее всего, когда в беде оказываются дети. Мама в первую очередь должна быть спокойна, потому что ребенок очень чувствует ее психологическое состояние. Поэтому приходится объяснять это, даже вот такие простые вещи. Но, как правило, когда мы к людям относимся доброжелательно, и когда человек понимает, что его услышали, что помощь обязательно придет, он успокаивается и, соответственно, ситуация разворачивается уже по более такому спокойному и хорошему сценарию. Нередко поступают обращения, связанные с проблемами работы жилищно-коммунального хозяйства. Но все же стоит помнить, что набрав номер 112, человек должен решить жизненно важную проблему, например, запуск тепла. Сейчас такая пора, осенний-зимний период начинается, запуск тепла. У нас этот вопрос находится на контроле, постоянно идет взаимодействие как с администрацией, с управлением коммунального хозяйства. Процесс этот не мгновенный, скажем так, нужно определенное время для заполнения системы, ну, в своей тонкости. Вот, людям эта информация доводится, ну, в любом случае, раз в сутки информация уточняется по адресам и объектам. Прибавляет работы как спасателям, так и сотрудникам службы 112 осенний грибной сезон. Несмотря на всевозможные предупреждения, к сожалению, заблудившихся в лесу людей меньше не становится. Много людей, желающих побродить по лесу, собрать грибов, ягод, вот, и поэтому, конечно, часто такие случаи, когда люди теряются. Если с собой мобильный телефон, то вот как вы поможете? Геолокации у нас существуют, да, то есть вот у нас есть такая карта, и мы включаем поиск, и тогда мы определяем примерно местонахождение человека. Жители Раменского района по всем проблемным вопросам, в том числе связанным с работой жилищно-коммунального хозяйства, могут обращаться в единую диспетчерскую службу, а не в приемную администрации. Звонок в систему 112 с мобильных устройств бесплатный, доступен номер и для пользователей стационарных телефонов.